Итак, друзья, напоминаю вам о том, что работа на создание базы канала продолжается. Если вы хотите принять в этом участие, вы можете перечислить абсолютно любую сумму денег на предоставленные реквизиты, которые вы увидите к описанию к ролику. Если вы не можете помочь материально, то можете просматривать до конца рекламу и в конце видео ставить лайки. Всем спасибо! Итак, ну раз уж мы с вами находимся сейчас как бы в таком изобилии пород собак, очень много вопросов возникает по поводу вот этой вот красивой собачки. Давайте мы хотя бы узнаем, что это за порода вообще. Нам хозяйка расскажет, зовут ее Полина. Мы познакомились сейчас только. Это порода Бернский зенитунц, швейцарские пастушьи собачки, собачка компаньон. Собаки удивительно умные, добрые, семейные собаки. Они сразу рождаются умными. А вот скажите, вот содержать такую собаку в квартире как? Хорошо, иногда я ее не замечаю в квартире, но у нас есть дача, мы много времени проводим на природе и за городом. Ну понятно, все. А вот в дрессировке особенности какие, вот характер собаки, вот как служебная? Нет, это не служебная собака, она не выполняет команды по мановению ока. Эта собака подумает, еще надо ли выполнять команду или нет. То есть нужно подвезти, чтобы собака захотела сделать. Захотела, да. Собака очень заинтересована угодить хозяину. То есть и социальная мотивация больше, да? Да, да. То есть она не пищевик, не игровик, да? А больше-больше все-таки социальное. Одобрение хозяин. Ну спасибо вам большое. Поэтому, кто думал о приобретении такой породы собак, вот смотрите, вот хозяйка. Она у нас сейчас такой ньюфанглинг, как его зовут? Мартин зовут. Зовут его Мартин. Его очаровательная хозяйка по имени? Стефания. Стефания. Итак, Стефания, расскажите нам, пожалуйста, о том, что за порода вообще, как ее содержать, как она к квартире относится, какие методы дрессировки, как она дрессируется. В квартире я бы такую собаку не рекомендовала держать. Она может быть в альтере. Шерсти много, сами можете посмотреть. Ага, ага, ага. Видно. Питаются, многие говорят, что большие собаки очень много едят. На самом деле это не так. Двухразовое питание есть, как и сухой корм, так и натуралка. Все ядя, скажем так. А по поводу агрессии, отношения к близким? Агрессии нет, это спасательная порода, агрессии не абсолютно никакой. Рост вместе с детьми, любят любить животных, нормально относятся ей. Особенности дрессировки, вот мотивация, они пищевики в основном, или они аппартировщики? Говорят, что они в основном пищевики, то есть там насы на какую-то печенку. Ага. Но у нас он в детстве этого наелся, поэтому он без вкусняшек, скажем, нормально, на игрушки, на что-нибудь может. Или на одобрение, да? На одобрение, да. То есть это социальная больше мотивация у него, да? Да, социальная больше. Вот мы больше вторую породу сейчас видим с вами здесь, более социальным. Но это все тоже индивидуально. Это прям индивидуально. Потому что, да, Ньюфандли, ну спасибо вам большое. То есть вы рекомендуете эту породу к содержанию? Только не в домашних условиях. Только не в домашних, не в квартирных условиях. Да, потому что летом мне будет очень жарко. Ну понятно, спасибо Васильфане. Спасибо.